Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы продолжаем телевизионный курс «Фонетика и графика русского языка». Тема нашего сегодняшнего разговора – алфавит. Тема может показаться слишком простой, поэтому я хочу предупредить сразу, что алфавит – тема вполне достойной внимания. И ввиду уникальности русского алфавита как системы, сложности его внутренних законов, и ввиду того, что мы далеко не всегда, хотя и считаем себя, уж алфавитом и знаем, вполне образованными, называем буквы алфавита так, как положено. И не только люди далекие от филологии, но и те, кто связаны с публичным выступлением, те, кто связаны с журналистской деятельностью, тоже ошибаются в названиях букв. Вот, может быть, по небрежности. Конечно, мы все их знаем, эти буквы, но, тем не менее, они достойны внимания. Еще одна причина, по которой мы должны внимательно отнестись к вот этому нашему богатству, к нашему алфавиту, в том, что понимание законов алфавита, законов взаимодействия букв, позволяет нам лучше ориентироваться в орфографии. Ну и, кроме всего прочего, алфавит – это все-таки довольно компактная система. И изучение алфавита как системы может быть проведено даже в рамках нашего курса с максимальным углублением, что позволит нам потом лучше понимать другие подсистемы языка. Итак, я призываю вас, уважаемые телезрители, относиться к алфавиту с должным уважением и без легкомыслия. Алфавит – вполне серьезная лингвистическая тема, совершенно необходимая в нашем курсе. Ну а, чтобы не начинать разговор с моралистического утверждения, а начать его с некоторого личного опыта, попробуем прочитать вслух три аббревиатуры, которые вы видите на своих экранах. Я специально дам время, немножечко помолчу. Прошу вас, уважаемые телезрители, произнесите вслух, как бы вы прочитали эти аббревиатуры. Так вот, эти аббревиатуры нужно читать так. ФСБ, МГСУ, ЛГУ. Если вы прочитали аббревиатуры именно так, то вы можете быть довольны собой, вы действительно хорошо знаете название букв русского алфавита. Если получилось иначе, то значит нужно обратить внимание как раз на сегодняшнюю тему. И начнем мы с определения того, что же такое алфавит. Хотя это определение было дано уже и в предыдущей лекции, оно там базовое, оно было необходимо, мы его здесь повторим. Алфавит — это система графических знаков для обозначения звуков, а также система правил взаимодействия этих знаков. Ну, конечно, сами знаки нам хорошо известны, их название тоже известно, хотя подчас и забываются. А вот система взаимодействия, усвоенная нами в начальной школе при обучении письму и чтению интуитивно, достойна отдельного разговора. О ней мы сегодня поговорим. Ну и как следует из темы нашей лекции, мы поговорим также о происхождении букв современного русского алфавита. Дело в том, что алфавит наш не всегда был в таком составе, в котором мы его сейчас знаем. Но пока посмотрим на современный состав нашего алфавита. Прочитаем его. название букв. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, И. Взято по словарю Ожегова, но есть и другое название, и краткое. Они менялись несколько раз, и я не берусь утверждать, поэтому, какой из них на самом деле правильнее. Мне, например, ближе название и краткое, потому что оно соответствует происхождению. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Твердый знак. И, мягкий знак. Э, Ю, Я. Советую вам, уважаемые телезрители, в свободное время попробовать произнести алфавит. Точнее, название букв русского алфавита в алфавитном порядке, от начала до конца. Для многих это оказывается не так уж и просто. То есть, некоторые названия букв мы забываем. Ну, а пока перейдем, собственно, к разговору о составе русского алфавита и о правилах взаимодействия букв при употреблении их. В русском алфавите всего 10 гласных букв. Это буквы А, О, У, И, Э, Я, Ё, Ю, И, Е. А также 21 согласная буква. Оговорюсь сразу. Я называю гласные буквы и согласные буквы так, как они традиционно назывались. Мне известно требование современной методики говорить буквы гласных и буквы согласных, потому что гласными и согласными являются звуки, поскольку только в звуках проявляется голос. Однако хочу сказать, что в языке, в частности, в лингвистической терминологии немало условных названий. И если принято называть именно эти буквы гласными буквами, мы, естественно, не имеем в виду, что это буквы, в начертании которых присутствует голос. Мы имеем в виду, что это буквы, которые обозначают звуки, а уже в звуках присутствует голос. А называем мы их гласные буквы. Так исторически сложилось, так удобнее. Не вижу причин следовать пока еще не общепризнанным требованиям новейшей методики. Итак, обратимся к перечню согласных букв. Согласных букв в русском языке 21. Б, В, Г, Д, Ж, З, И, или и краткое, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Простите, вот и сам оговорился. Все-таки Ф. Нужно сказать, что в русском языке всего, в русском алфавите всего 33 буквы. 10 гласных, 21 согласная, и еще остаются две буквы, не имеющие звука. Это твердый знак и мягкий знак. Вот эти 33 буквы в своей совокупности называют 41 фонему. Фонема – это научное название звука, но если трактовать грубо, а точнее будет известно из следующих лекций, пока мы остановимся вот на таком не вполне строгом определении. Так вот, 33 буквы обозначают 41 звук или 41 фонему. Каким образом? Мы нигде не используем 2-3 буквы рядом поставленные для обозначения всего одного звука. Вот в немецком языке СЦХ используется для обозначения звука Ш. Ш. В польском используется и больше того, 4 буквы. У нас таких явлений нет. Но разве что для обозначения долгого Ж используется двойной Ж. Возжи, дрожжи. Но это исключительно редкие примеры, и, собственно, вот за этим самым долгим Ж уже даже статус отдельной фонемы не признают. Так вот, мы нигде не используем 2 буквы подряд поставленные для того, чтобы обозначить один звук. У нас каждая буква обозначает звук. Это замечательное свойство русского алфавита обозначать малым количеством букв, большое количество звуков, и при этом не использовать буквы подряд, то есть не использовать больше материала, текст не разрастается, достигается с помощью особых правил употребления букв. Эти правила были заложены еще создателями славянской азбуки Кириллом и Мефодием. В наши дни этот принцип называется слоговой принцип русской графики. Он заключается в том, что гласные буквы А, О, У, И, Э обозначают твердость звука предшествующей согласной буквы, а гласные буквы Я, Ё, Ю, И, Е обозначают мягкость звука предшествующей согласной буквы. Как же достигается экономия? Прежде всего, гласных букв получается в два раза больше, чем гласных фонем звуков. Ну, не совсем точно, звуков больше, чем фонем. Вот именно гласных фонем, но подробнее с понятием фонема мы впоследствии познакомимся. То есть, приходится использовать пять дополнительных или, грубо говоря, пять лишних букв. Но зато сокращается количество букв для обозначения согласных звуков, потому что и твердый согласный звук, и мягкий согласный звук обозначаются одной и той же буквой, а обозначение твердости и мягкости передается гласным. При этом нужно учесть, что парных по твердости мягкости согласных звуков в русском языке 30, то есть 15 пар. Таким образом достигается экономия в 15 знаков. Посмотрим. Вот пара обозначается одной буквой Б и так далее. В, В, Г, Г, Д, Д, З, З, К, К, Л, Л, М, М, Н, Н, П, П, Р, Р, С, С, Т, Т, Ф, Ф, Х, Х. И так всего 15 пар, то есть 30 звуков обозначаются 15 буквами. Экономия в 15 знаков. Она очевидна. Ну, еще две буквы не обозначают звука, то есть занимают место в алфавите, а тем не менее звука не обозначают. Это твердый знак и мягкий знак. Во времена Кирилла и Мефодия они обозначали. Обозначали гласный звук. Теперь они не используются в своем звуковом значении, потому что звуков тех нет. Предельно кратких гласных звуков. И нужно сказать, что мягкий знак до сих пор используется для обозначения мягкости, а твердый знак функцию обозначения твердости утратил после реформы 1918 года. И в конце отсутствие всякой буквы обозначает твердость согласного звука. Итак, посчитаем, что же получилось. 41 согласная фонема или 41 фонема всего или 41 звук. Добавляем к этому числу к возможным буквам 41, если бы мы непосредственно обозначали каждую фонему специальную букву. Добавляем 5 лишних, которые ушли на 5 лишних гласных букв. Вычитаем 15. Это 15 согласных мягких, которые обозначаются все той же буквой, что и соответствующий твердый. Ну и прибавляем две не обозначающие звука. Ну, нехитрый расчет 41 плюс 5 минус 15 плюс 2 будет 33. Вот мы и пришли к общему числу букв русского алфавита. Вот каким способом достигается экономия. Ну, нужно сказать, что во времена Кирилла и Мефодия, конечно, слоговой принцип действовал безукоризненно и не было никаких отступлений. Алфавит был так составлен, что каждая буква гласная или согласная подчинялась этому принципу, выполнял свои функции. У каждой буквой, соответственно, оказывалось две функции. Согласная буква то обозначала мягкий и твёрдый. Вот, мягкого в собственном виде тогда не все звуки имели мягкую пару в собственном виде, но были полумягкие звуки, а гласная имела две функции обозначения гласного звука и предшествующего. Сейчас это не всегда так. Отступление, накопившееся в процессе исторического развития, заставляет нас задумываться, создают орфографические сложности. Но в основном все эти отступления изучаются в начальной школе, и мы никогда не задумываемся, почему мы так пишем. В начальной школе дети ещё не в том возрасте, когда задают вопрос, почему, а потом всё это воспринимается как естественное, давно заученное, мы не обращаемся к этому вопросу. А вот всё-таки обратимся, посмотрим на отступление и поговорим, как они сложились. Но прежде всего, отступление связано с такими сочетаниями, где одна из букв обозначает либо всегда твёрдый, либо всегда мягкий звук, причём, по всей видимости, раньше могла обозначать другую. Это касается сочетаний с буквами Ж, Ш, Ч, Щ, Ц и краткое. Например, знаменитый Ж, Ш, жизнь широкий. Почему мы после твёрдого звука Ж, после твёрдого звука Ш пишем И, которая должна обозначать мягкость предшествующего согласного? Да всего-навсего потому, что когда-то в русском языке не было твёрдых Ж, Ш, а были мягкие Ж, Щ. И, по всей видимости, говорили Жизнь и Щирокий. Подтвердить это наблюдение можно не только историческими данными, но и современными. Дело в том, что процесс отвердения шипящих идёт до сих пор. И вот в 20-м уже веке на глазах ещё ныне живущих людей отвердел такой звук, о котором мы сегодня уже говорили. Звук Ж, долго и мягко. Ж. Сейчас говорят не только возжи и дрожжи, как это положено по литературной норме, но говорят и возжи и дрожжи. И совсем уже отвердела Ж, долго и мягко, в таком слове, например, как можжевельник. Уже можжевельник даже и нетипичное произношение. Кроме того, нужно сказать, что начало отвердевать и Ш долгой и мягкой, то есть звук Щ. И в диалектах можно услышать Яшик, Тёша, то не Лётры сшит, не Камарпы сшит, а то Кумда, Кумы, Судаката сшит. В диалектах начинает отвердевать и Ш долгой и мягкой. Взглянем на другие примеры. Чуткий, Щука, Чаща, Роща, не менее знаменитые Чущу и Чаща. Почему они пишутся вопреки слоговому принципу? После мягких звуков, точнее, после букв, обозначающих мягкие звуки Чище, пишется УА, которые должны обозначать твёрдость предшествующего согласно. Ну, нужно сказать, что ИЮ писали в сочетании Чущу, в 15 веке много было таких, написаний замечательно космато смотрится, чудо через Ю. Ну, впоследствии установили написание через У как единообразное. Что касается А, оно исторически оправданно, потому что буквы Я в исходной кириллице не было. Она довольно-таки поздно сложилась, собственно, в русском алфавите, и поэтому и не была написана в сочетаниях Чаща. Другие отступления связаны с С. Целый пишется через Е, хотя С звучит твердо. Галчонок Чо после мягкого Ч пишется О. правила сложились в позднюю эпоху, правила довольно сложные, связанные с морфологическим принципом русской орфографии, о чем мы, собственно, уже и говорили в предыдущей лекции. Вот, Галчонок, Холщовый, и наоборот, после твердых Ё пишется дешевый, желтый. Вот такие случаи вызывают больше всего затруднений у не очень грамотных людей, у детей, в первую очередь, которые пытаются писать то, что слышат, вот, то есть соблюдать буквосочетательный принцип или слоговой принцип русской графики. Вот, ну, кроме того, некоторый корпус примеров связан с заимствованными словами. Вот, в заимствованных словах И после С пишется после твердого звука С, цирк, станция, темп, и в заимствованных же словах пишется Е после С, ну, например, диспансер. Вот, кроме того, отдельное отступление связано с написанием буквы И краткой или И. Такие слова, как ЙОД, ЙОГУРТ, пишется через И краткое, тогда как буквосочетательный принцип содержал в себе еще одну хорошую возможность. Вот, те самые пять дополнительных гласных в позиции не после согласного могли реализовать другую функцию, поскольку им не нужно было уже обозначать мягкость предшествующего согласного, вот, то они обозначали фонему Е, как раз, вот, специальные были ЙОДОВАНЫЕ гласные, где И была подписана в начале, сейчас мы их увидим в древнем начертании, вот, но новые заимствованные слова ЙОК, ЙОГУРТ, ЙОД, они пишутся уже по другому образцу, ну, и некоторые отступления, которые уникальны, являются исключениями, фольклор произносится лемягко, а пишется все-таки о жюри, вопреки правилам пишется ЙО, парашют, брошюра, вот, ну, я думаю, что последние три исключения довольно хорошо известны телезрителям. Нужно знать также, что с буквосочетательным принципом связано обозначение мягкости согласных на письме. Если после согласного идет гласный, то мягкость обозначается буквами ЙО, ЙУ, ИИ, или буквой мягкий знак на конце слова. А вот если согласный оказывается не перед гласным, не на конце слова, тогда в группах согласных обозначение мягкости довольно-таки затруднено. Мягкость обозначается тогда, когда она не позиционная, тогда вписывается мягкий знак, например, возьми. Вот, а если мягкость позиционная, обусловлена мягкостью последующего согласного звука песни, то мягкий знак не пишется. Вот, это правило довольно сложно, очень сложно объяснить, что позиционно, что не позиционно. Собственно, в школе его и не объясняют. Вот, мы впоследствии разберемся, когда будем говорить о фонологии поподробнее с этим правилом. приводят к значительному количеству орфографических ошибок. Ну, как уже было сказано, буквы Я, Ё, Ю и И обладают второй функцией, обозначают два звука, гласный и фонему Е в начале слова, кроме буквы И, и также после разделительных твердого и мягкого знаков и после других гласных, опять же, кроме буквы И. Обратимся к примерам. В качестве примера можно привести такие слова, как Ёж, Юла, Якорь, Вьюга, Пьет, Обезьяна, Адиютант, после твердого знака, Подъезд, Разъем, ну, и другие слова, где звук Е обозначается с помощью букв Е, Ё, Ю, Я. Ну, вот, теперь, пожалуй, разговор о русском алфавите как системе более или менее исчерпан. Хотя, конечно, можно еще подробнее разобраться с обозначением мягкости согласных на письме, и можно еще привести примеры тех же самых функций различных букв. Хочу подвести итог этого разговора каждая буква русского алфавита по своей природе многозначна. Ну, например, согласные буквы могут обозначать твердый звук, а могут обозначать мягкий звук. Гласные буквы обозначают гласный звук и твердость, мягкость предшествующего согласного. Если же предшествующего согласного нет, картин другая обозначает гласный звук и звук е. Е, ё, ё, я. И даже в некоторых позициях и, например, воробьи. Буквы твердый и мягкий знак тоже обладают разными функциями. Твердый знак, точнее, обладает только одной функцией, разделительной, а мягкий знак бывает смягчительный, а бывает еще и грамматический, поскольку мягкий знак употребляется после шипящих на конце слова в глагольных формах идешь, несешь или течь, лечь. Мягкий знак употребляется в существительных третьих склонений мышь, печь после всегда твердых или всегда мягких звуков, мягкость которых обозначать не нужно. В таком случае говорят о грамматической функции. То есть мягкий знак является показателем рода. Почему например слово тушь обозначающее определенную музыку пишется без мягкого знака, а слово тушь обозначающее краску пишется с мягким знаком. Потому что одно из них второго склонения, другое третьего склонения, одно мужского рода, другое женского рода. И это показано как раз с помощью мягкого знака его грамматической функции. Но нужно сказать, что здесь наверное действует дифференцирующий принцип русского правописания. Точнее исторический принцип своей дифференцирующей разновидности. И завершив разговор о русском афавите как системе, в оставшееся время поговорим еще также о функциях простите о истории букв русского алфавита. Как эти буквы появились и когда и откуда они происходят. Прежде всего взглянем на кириллицу в ее исходном варианте. Букв кириллицы было несколько больше, причем буквы имели также цифровое значение. Прочитаем название этих букв. Аз буки веди глагол добро есть живете. Я уже когда-то говорил в своих лекциях, что первоначально названия были осмысленными, составляли текст. Аз буки веди глагол добро есть. Я знаю буквы, слово хорошо существует. Не до конца читается. это древнее высказывание. Посмотрим, какие еще есть названия букв. Ж современный назывался живете, зело, земля, две буквы З было в исходном кириллице, иже, и, како, люди, мыслите, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, ук, ферт, хер, от, ци, червь, ша, ща, ер, еры, ерь, ять, ю, айотованная, эйотованная, юс малый, юс большой, етованный юс малый, етованный юс большой, кси, пси, фита, и, наконец, ижица. Поговорка-то в древности звучала не от а до я, а от ас до ижицы, но еще древнее от альфа до амеги по греческому алфавиту. Вот, прочитав название букв русского алфавита, хочу обратить внимание уважаемых телезрителей лишь на несколько названий. Ну, во-первых, нужно запомнить, что твердый и мягкий знак назывались, соответственно, ер и ерь, потому что такие названия до сих пор используются в фонетике. При обозначении кратких звуков используются знаки твердого и мягкого знака, но читаются они как ер и ерь. Хотя, конечно, неправильно говорить звук ер. Нужно говорить звук среднего ряда, среднего подъема. Краткий звук. Особого внимания также заслуживает название, не название, а сама буква Ижица, сама по себе, потому что буква это уникально. Ее дважды исключали из русского алфавита. Ее однажды исключил Петр I, но после этого она стихийно возродилась, уже в словаре Дали она опять была в последнем томе на обложке. Вот. И еще ее исключили из русского алфавита в 1918 году. Ну, вот пока не возродилась. Вот. Но не исключено, что опять каким-нибудь образом всплывет. И, кроме того, нужно еще сказать, что и по предыстории она уникальна. Она происходит из греческого алфавита, там она называлась Иопсилон. А кроме греков ее употребляли также римляне, которые употребляли ее исключительно для греческих слов, собственно, как и славяне. Поэтому они ее называли и греческое. Так она и существует в таком названии в современном латинском алфавите, как Игрек. Ну, пожалуй, из перечисленных букв можно еще обратить внимание на название буквы Хер. Ну, как-то так сложилось, что буква Хер как будто бы ругательная, вот. От этой буквы произошла какая-то замена, так называемый эвфемизм, замена неудобно произносимого неприличного слова на другое приличное. Вот. На самом деле в этом слове ничего неприличного нет. Это вполне официальное название буквы русского алфавита до 1918 года. И все филологи употребляют это название до сих пор, когда говорят о том периоде. Вот. Нужно также сказать, что поскольку крест, проведенный из угла в угол какого-либо документа зачеркивания похож соответственно на эту букву, то возникло еще выражение похерить, что значит зачеркнуть крестом с угла на угол. И в этом выражении тоже ничего неприличного нет. Оно вполне литературное выражение. так что не нужно бояться таких слов, нужно употреблять их, зная о чем идет речь. Ну вот, увидев кириллицу в исходном варианте, обратимся теперь к кириллице такой, какой она стала после первой реформы графики орфографии, то есть, собственно говоря, в петровские времена. Петр I сам правил алфавит, отдельные буквы зачеркивал, отдельные буквы изменял в начертании, выбирал то, что более удобно, подгонял начертания русского алфавита под образец антиковы, который стали использовать в латинском алфавите. И вот, что в результате получилось. Буквы значительно сократились в своем составе, состав букв сократился, начертания их упростились, как это можно увидеть. Вот, прочитаю, какие буквы остались. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, обращаю внимание, еще нет буквы Ё, еще есть буква И, десятиричная, так называемая, потому что она обозначала 10, вот, или И с точкой, К, Л, М, Н, обращаю внимание, что по каким-то причинам отсутствует буква И восьмеричная, которая потом займет свое место, и отсутствует также буква и краткая. О, П, Р, С, Т, У, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ер, или твердый знак по-современному, И, Ерь, Ять, еще сохраняется Ять, и еще после Петра Ломоносов будет писать, что ему известно отдельное звуковое значение этой буквы, не такое, как Е, вот, также вот использовалась еще не оборотная Э, Ю, и появилась буква Я. Сохранялась еще из греческого алфавита впоследствии упраздненная буква ФИТА, которая все-таки заменилась на букву Ф. Вот, таков был состав гражданского шрифта во времена Петра Первого. Мы поговорили о некоторых буквах, которые вновь появились, или которые еще пока сохранялись в те времена, но вышли к настоящему времени. А теперь обратимся собственно к истории современных букв русского алфавита, откуда что взялось. Большинство современных букв русского алфавита восходят к греческому алфавиту. Взглянем на них. К греческому алфавиту восходит буква А, Альфа, но она восходит еще и к более древнему финикийскому алфавиту, где она называлась Альф, и по всей видимости происходит от названия БК. Буква В, которая происходит от греческой буквы БЭТА, вот тут произошло изменение, заменилось звуковое значение буквы, в греческом обозначало Б, у нас В. Буква Г также происходит от греческой буквы, от буквы ГАММА, однако прописное греческое начертание совсем не сохранилось, как и у большинства букв. Буква Д от греческой буквы ДЕЛЬТА, вот слово ДЕЛЬТА, кстати, используется для названия реки, но вот в греческом, видимо, по названию буквы, название реки было, а может быть и наоборот. Буква Е происходит от греческой буквы ЭПСИЛОН, буква З в конечном итоге может быть возведена греческой буквой ЗЭТА, хотя и не абсолютно уверен вот в этом утверждении. буква К восходит греческой буквой КАПА, это очевидно, она и пишется до сих пор буквально так же. Буква Л восходит греческой буквой ЛЯМБДА, ну, довольно похоже. Буква М греческой буквой МЮ, буква Н греческой буквой НЮ, надо обратить внимание, что в древнем начертании, как это было в кириллице времен Кирилла Мефодия, Н была в русском языке такая же, как в греческом и в латинском, а вот с горизонтальной чертой была не буква Н, а была именно буква И восьмеречная, которая потом изменила свою горизонтальную черту на другое направление, а буква Н стала с горизонтальной чертой, ну, это, видимо, вследствие деятельности различных писцов, переписывания, кому как было удобнее, стихийно сложилось, буква О напрямую восходит к греческой букве Омикрон, но надо сказать, что русская буква От восходит к букве Омега, но не сохранилась, была после Петра I изъята из русского алфавита, буква П восходит к букве П и довольно похожа по начертанию заглавной строчной буквы, буква Р к букве Ро, буква С к букве Сигма, хотя и не очень похожа, буква Т к букве Тау, буква Ф к букве Фи греческой, буква Х современная к букве Хи. Есть и другие источники букв русского алфавита. Так, например, буква Ш была заимствована из древнееврейского алфавита. Поскольку в греческом соответствующего звука не было Ш, Кирилл и Мефодий решили не использовать нагромождение букв для обозначения одного звука, а применить специальную букву, которая до сих пор пугает разного рода немцев и англичан, пытающихся выучить русский язык. Буква Щ сложилась не сразу, именно ее графический облако сложился. Это была так называемая лигатура. Дело в том, что в старославянском языке не было звука Щ, там, где в русском языке Щ звучало ШТ. Вот, так и писали Ш и Т. Потом, для удобства, Т стали подписывать снизу. Может быть, потому, что забывали. Вот. И оба написания сложились в лигатуру, которая представлена на нашем экране. То есть, слитное написание двух букв. Ну, а дальше в процессе исторического развития хвостик переехал назад, но, может быть, удобнее так писать было. Вот. В русском языке стало обозначать звук Щ. Буквы, такие как Б, Б, Ерь, Ер, Ж, Ч, Ц являются результатом творчества Кирилла и Мефодия. Хотя, не всегда это творчество было на пустом месте, то есть, были использованы тоже какие-то другие начертания. Буква И это объединение двух букв и десятиричного, так называемого, и буквы Ер. В древности собственно называлось Еры. Подписано Ер, а дальше И десятиричное. Ну, вот И десятиричное потеряло точку, Ер потерял свой хвостик, вот образовалось современное начертание. Буквы Ю, буква И восьмеричное возникли с помощью прибавления буквы И десятиричное к следующей букве путем соединения чертой просто. Ну, это так называемые йотованные буквы. Кроме Ю и И были еще йотованные Ю с малой, йотованные Ю с большой, мы их видели. Ну, потом они были утрачены после Петровской реформы, а вот эти две остались. Почему буква Ю это не результат объединения буквы У? Да потому, что буква У как таковой не было, а был деграф УК, то есть две буквы О, а потом У написанные. Идет этот деграф еще из греческого языка. Вот, впоследствии У было утрачено, вот, деграф УК обозначал У, У было утрачено, так появилась наша такая довольно оригинальная буква русского алфавита Ю. Ну, а вот и десятиричный это результат соединения двух и восьмиричный простите, это результат соединения двух и десятиричных, то есть с точкой горизонтальной первоначальной чертой, как я сказал, то есть только потом черта стала наклонной. Довольно интересная история буквы Я. Буква Я это контаминация нескольких букв. Во-первых, буквы Ю с малой, которые мы видим выделены зеленым цветом на нашем экране, первую в третьей строчке, и буквы А. Йотованная была и такая буква, вот поскольку буквы Я не было, то изображали А и десятиричное приписанное соединенной чертой. В результате скорописных изменений вот у А. Йотованная И стали подписывать снизу. Если представить себе графически, уже довольно похоже на нашу букву Я. Вот, если убрать И спереди и подписать ее снизу. Поскольку А. Йотовы и Ю с малой были в чем-то похожи по своим функциям, то Ю с малой тоже повлиял. Если у Юса малого не дописать переднюю ногу, что тоже возможно в результате скорописных изменений, тоже начертание будет довольно похоже на букву Я. Вот так она и появилась. То есть сложилась стихийно в результате скорописных видоизменений предшествующих букв, а потом уже во времена Петра I была закреплена, что мы видели в гражданском шрифте. Буква И краткая появилась еще в рукописной традиции, но не сразу осозналась как буква. Дело в том, что в русской рукописной традиции было много надстрочных и подстрочных знаков, заимствованных из греческого языка, и не всегда регулярно, не всегда осознанно употребляемых. Так вот, был знак краткости, который теперь стоит над буквой И краткая. Почему мне и ближе такое название? Греческий знак краткости, он употреблялся довольно хаотично, но вот, стал употребляться более-менее регулярно, и в конце концов закрепился за буквой И краткая. Ну, ну, наконец, поговорим о букве У, наконец, она произошла из деграфа, из написания ОУ, которое восходит к греческому УК, вот о чем я уже говорил, теперь мы можем видеть на наших экранах. Вот, буква страдалец, которую мы не хотим регулярно употреблять, буква Ё, в общем-то довольно нужная в русском алфавите, входящая в систему, и букву, которую можно использовать для обозначения мягкости предыдущего согласного перед О, появилась довольно поздно, потому что мягкие согласные перед О в русском языке тоже появились поздно, там Э в основном был, там, где мы сейчас говорим ШОУ, ой, простите, где говорим НЕС, было НЕС, где говорим ЛЁ, он был ЛЕН и так далее, вот так вот эту букву предложил использовать впервые Николай Михайлович Карамзин, вот, ну вот на этом пожалуй мы и описали все буквы русского алфавита, я думаю, что основная цель нашей лекции достигнута, мы показали, что русский алфавит богат, что русский алфавит уникален как система, экономичен по своей природе, и что русский алфавит имеет интересную древнюю историю. Большое спасибо за внимание, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok